Фашистская федерация В этой рубрике мы с вами читаем, комментируем, анализируем новости из-за поребрика, но при этом делаем это так, чтобы отделять зерна от плевел, правду от лжи, учимся предвидеть дальнейшие события, быть к ними готовыми. Ну и кроме того, я здесь всегда делюсь с вами своим радикальным оптимизмом, всегда нахожу основания для радикального оптимизма в новостях, просто их следует читать правильно, этим я с вами делюсь. Ну и кроме того, в этот раз эта рубрика выходит в необычном, в новом формате, надеюсь он вам понравится, а может быть нет, напишите об этом в комментариях. На сегодня это не прямой эфир, я проводила последние новости Российской Фашистской Федерации в прямом эфире, а сейчас будет в записи, потому что я хочу попытаться улучшить свой монтаж, сделать так, чтобы не только слушать было интересно, но и что-то посмотреть. Какие-то фрагменты видео попробую включать, какие-то скролить сайты, какие-то стоп-кадры делать, а вы, пожалуйста, оцените это в комментариях и подскажите мне, вернуться ли мне к прежнему формату, прямому эфиру, либо же совершенствоваться в этом направлении. На этот раз еще одно замечание, будут новости немножечко длиннее, потому что я в силу определенных обстоятельств отсутствовала некоторое время, а новостей накопилось так много, что нельзя ограничиться новостями последних дней и даже последней недели придется рассказать вам немножко больше, подвести некоторые промежуточные итоги. Ну, идем к новостям. Новость номер один из Коммерсанта, естественно, Ру, мы же читаем, за поребриковых товарищей. В Праге прошел крупный антиправительственный митинг с требованием нейтралитета по Украине, а на самом деле с требованием отказать Украине в помощи, с требованием поменять позицию Чехии на более пророссийскую, потому что пока что Россия от Чехии не видит никакой поддержки. Наоборот, Чехия в авангарде ограничений для российских фашистов, потому что Чехия сосед. Она прекрасно понимает, что Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе. И что же там произошло в Праге? Произошел 70-тысячный митинг, и по словам премьер-министра Петра Фиала, премьер-министра Чехии, эта акция протеста была вызвана пророссийскими силами, выступающими против интересов Чехии. Кто бы сомневался, Кремль поддерживает, как я уже не раз рассказывала, и крайне правых, и крайне левых, любых маргиналов политических в Европе, в том числе финансово поддерживает, с помощью пропагандистов поддерживает, в том числе покупая политиков, покупая журналистов в Европе. Для чего? Для того, чтобы они были лоббистами его интересов и проводниками его интересов. И вот в этом блоке я как раз хочу вам рассказать, что это одна из надежд Путина. На сегодня Путин терпит крах. Крах в Украине военным путем не удается сломать ему мужество украинского народа. И в чем же его расчет? На что он надеется? Как он рассчитывает покорить Украину? У него есть только одна надежда. Сделать так, чтобы западный мир раскололся и отказал Украине в помощи. Сделать так, чтобы не было единства НАТО, единства Евросоюза, чтобы не было единства западного мира в противостоянии действиям Российской Фашистской Федерации. И так он рассчитывает одолеть в этой войне. Так вот, акция на Васловской площади, она как раз этой цели способствовала. Она имела название «Чехия на первом месте», кстати, напоминает лозунги Трампа. Прошла под лозунгами «Против Евросоюза», кто бы сомневался, «Против НАТО» и «Против поддержки Украины». Ну а крайнество между этими вещами НАТО, Евросоюз, поддержка Украины, западный мир и свобода западного мира. Все это связанные понятия. Так вот, выступающие представители как правых, так и ультралевых сил требовали ограничить прием беженцев из Украины, объявить нейтралитет, так называемый, на самом деле поменять повестку на пророссийскую, сформировать чешское, а не брюссельское, ну против Евросоюза камень, и не украинское правительство. А одновременно, ну фактически одновременно, за день до этого, как бы случайно, «Газпром» полностью остановил Северный поток. Имеется в виду Северный поток-1. Остановил его на неопределенное время. То есть прикрутил газовый вентиль. Путин продолжает газовый шантаж. Энергоносители для Путина – это то же самое, как и Искандеры. Это оружие. И с помощью газового шантажа он пытается способствовать вот таким митингам, и в этом его надежда. С 31 августа прокачку по Северному потоку приостановили якобы для ремонта, сообщает РБКРУ. И, как сообщили в «Газпроме», при техобслуживании турбины были найдены нарушения. На самом деле это все от маски, и лидеры всех западных стран прекрасно это понимают, что Россия на самом деле никакой не партнер, а шантажист. Россия планировала починить себе Европу полностью с помощью энергоносителей. Ровно то же самое она когда-то предлагала Януковичу в обмен на скидку на газ, в обмен на дешевый газ отдать свой суверенитет. Помните, как бандиты Путина, это так я армию путинскую называю, как Черноморский флот задержался в нашем Крыму, а вот так в обмен на скидку на газ. И так же он рассчитывал в Европе. Не получилось, с Северным потоком не срослось. Отказали в Северном потоке 2, ну и вот теперь Путин решил прикрутить и Северный поток 1, потому что не газ, а нефть главный его источник доходов. А с помощью газа, с помощью перекрытого вентиля он давит на европейцев, потому что дефицит, потому что цены растут, потому что приходится платить за свободу. И именно так цена свободы, я хочу процитировать господина Борреля, он назвал эти высокие цены на энергоносители неизбежной ценой, которую надо платить за свободу. Ей столкнется с серьезными трудностями, имеется в виду этой зимой, из-за санкций против России. Но европейцы должны заплатить цену свободы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жодзе Боррель. Мы ограничиваем экономические возможности России, имеется в виду с помощью санкций. Пока экономика России зависит от нефти и газа, ей будут нужны наши технологии, а как раз технологии Россия и не получает, что отбрасывает ее назад. Россия в беде, и, конечно, мы сталкиваемся с серьезными трудностями в краткосрочной перспективе, имеется в виду эта зима ближайшая. Нельзя отрицать, что цены на газ растут, но мы должны быть готовы заплатить эту цену, цену свободы. И примерно так же уходящий премьер-министр Британии господин Борис Джонсон объяснил британцам, почему растут платежки. Он опубликовал колонку, в которой объяснил причины стремительного роста цен на энергоносители. Война является причиной, война, которую развязал Путин. Санкции это лишь наказание за войну. Да и войну Путин ведет не против Украины, а против всего западного мира. И вот это примерно объяснил своим читателям Джонсон. Он признает, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а считанные энергоносители с ресурсами будут болезненными. И все же я уверен, как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания. И Британия выйдет из них более сильной и процветающей. И я в этом и не сомневаюсь, точно так же, как и Украина. И вот еще одно как бы совпадение практически одновременно с этими протестами в Чехии. Левое крыло партии Шольца, канцлера Германии, тоже возбудилась против самого Шольца. Потребовала прекратить поставки оружия в Украину. А вы знаете, наверное, что Шольца Германия вот именно сейчас все-таки стала больше помогать в плане оружия Украине. И вот левое крыло партии Шольца, символом которого, пожалуй, является Шрёдер. Помните, этот человек, который ушел на службу Кремлю, который работал на Кремль, его имя стало именем нарицательным, как предательство интересов собственного народа. В обмен на большую зарплату он был лоббистом интересов Путина не только в Германии, лоббистом Северного потока-1, Северного потока-2, но и лоббистом интересов Кремля во всей Европе. И вот, пожалуйста, партии Шольца есть люди, которые думают так же, да бог с ней с той Украины, бог с ней с той безопасностью. Не понимая, что Путин угрожает и Германии, и его пропагандисты, не случайно говорят о том, что и Британию уничтожат, и Германию уничтожат, да и вообще откровенно говорят о том, что им нужен русский мир от Владивостока до Лиссабона. Вся Европа нужна Путину. И вот это один план, как я сказала, у Путина покорить Украину с помощью, способствование путем энергетического кризиса. А в отказе Украине в помощи Запада он надеется, что высокие платежки, высокая стоимость коммунальных услуг в Европе этой зимой выведет на улицы людей, которые потребуют от своих правительств отказать Украине в помощи и фактически подчиняться интересам Путина. А вторая надежда Путина – это Трамп. Путин рассчитывает, что через два года Трамп вернется опять в кресло президента, главы Белого дома, и будет так же, как и раньше, способствовать его интересам. Почему я так говорю? Потому что Трамп откровенно, точно так же выступает против увеличения военной помощи Украине. И даже наоборот, за уменьшение этой военной помощи. Он считает военную помощь Украине слишком большой, хотя мы знаем в сравнении с тем, как Америка помогала другим странам военной помощи. То, что мы сейчас получаем, это явно не самая большая помощь. Тем не менее, Трамп выступает за уменьшение военной помощи, а Путин рассчитывает, что через два года он станет хозяином Белого дома, и Украина останется без помощи Запада. Наносит удар по единству НАТО, единству стран Евросоюза, Путин так или иначе постоянно. И Трамп ему в этом способствовал, как мы знаем. 8 ноября в США состоится до выборов в Конгресс. Ожидается, что республиканцы получат большинство в одной или двух палатах. А беспокойство вызывает как раз увеличение трампистов в числе республиканцев. И тут я вам хочу процитировать бывшего вице-президента США Дика Чейни, который назвал экс-президента Дональда Трампа главной угрозой Америки, Соединённым Штатам Америки, а не всему миру, и не Украине. Хотя я говорю, Трамп выступает против помощи Украине. Тем не менее, Дик Чейни говорит, что он угрожал США и назвал его главной угрозой американской демократии за всю историю существования Америки. И здесь я вам хочу еще процитировать Байдена. Тут я с ним согласна, что не каждый республиканец, и даже большинство республиканцев, не являются такими, как Трамп. Не являются такими. Но, наоборот, кстати, среди республиканцев очень многие выступают, как бы даже не большинство, за увеличение помощи Украине. Но проблема в том, что растет вес как раз тех, кто думает иначе, кто думает, как Трамп, выступает за изоляцию Америки, за отказ Америки от роли вот этого мирового полицейского. Так вот, что сказал Байден. Не каждый республиканец, и даже большинство республиканцев, не являются таковыми, как Трамп. Но, к сожалению, сегодня в республиканской партии доминируют, руководят ею и запугивают других. Дональд Трамп и республиканцы-трамписты. И это представляет угрозу для этой страны. А я дополню, и угрозу представляет для нас. Ну, а теперь немного о контрнаступлении ВСУ, которое в России предпочитают не замечать или делать вид, что его нет. Пытаются каким-то образом обманывать своих избирателей, этих людей на временно оккупированных территориях, на которых рассчитывают во время так называемого референдума. Пытаются успокоить. В Багдаде все спокойно, все хорошо, прекрасная маркиза. И вот одна из новостей из Севастополя. Которая об этом говорит, придумали новое объяснение так называемых хлопков. В правительстве Севастополя новость за 3 сентября объяснили причину взрыва в районе Малахова-Кургана. Оказывается, хлопки, которые сегодня, то есть 3 сентября, местные жители слышали в центре города, о чем писали в соцсетях с ужасом. Оказывается, они доносились со стороны Малахова-Кургана, где проходит военно-исторический фестиваль «Русская Троя». Вот так объяснили своим зрителям, своим слушателям. А давайте мы с вами послушаем, а как выглядело на самом деле, похоже ли это на фестиваль. Продолжение следует... Вот представьте, на каком расстоянии ведется съемка на таком довольно внушительном и как хорошо слышно для вот этого большущего расстояния. Если бы из потешных пушек потешные войска стреляли, ну мне кажется вряд ли это было, может быть вы больше в этом разбираетесь, напишите об этом в комментариях. Ну и вот примерно так же в Мелитополе тоже придумали объяснять хлопки, очередные хлопки, а скорее всего удары наших РСЗО. Объяснять, военная администрация Запорожья имеется ввиду, оккупационная администрация, объяснила взрывы на аэродроме Мелитополя. Как же она их объяснила, оказывается инженерные подразделения обнаружили на аэродроме Мелитополя, оккупированном конечно, взрывоопасные предметы и были вынуждены их уничтожать на месте путем управляемого и контролируемого подрыва. А вот что говорят в Пентагоне. В Пентагоне вы знаете заметили наше контрнаступление и говорят о том, что контрнаступление украинских вооруженных сил на юге действительно происходит. И осторожно говорят о том, что некоторое продвижение есть. Значит, вот что говорит пресс-секретарь. Мы знаем об украинских военных операциях, которые сделали определенное движение вперед в Херсонской области. Мы знаем, что в некоторых случаях российские подразделения отступают после того, как мы уничтожаем их логистику, уничтожаем мосты, уничтожаем их составы с их оружием. Значит, ну здесь пресс-секретарь говорит, чтобы сохранить безопасность этих операций, я не могу вам сказать больше. Да, и еще есть один маркер. Ну, понятно, что официальные лица пытаются успокоить население, все в порядке, все хорошо. Но есть такой маркер. А где семьи оккупантов? Где находится Стримусов, куда он делся, убежал почему-то в Россию? Где находятся семьи представителей оккупантов во временно оккупированном Крыму? Вот по словам Мустафы Джамилева, сами делаете вывод, доверять этому или нет, это крымско-катарский лидер, он утверждает, что Крым покинули семьи Сергея Аксенова и Владимира Константинова, главных представителей оккупантов Крыму. Я думаю, да, и также семьи некоторых ФСБшников, но я думаю, этому можно доверять, так оно, скорее всего, и есть. Тем временем Коношенков, это говорящая голова Минобороны России, продолжает рассказывать каждый день, как успешно уничтожаются наши хаймерсы. И недавно появилась информация о том, что украинские ВСУ придумали использовать макеты хаймерсов, что-то подобное, какие-то такие конструкции, чтобы туда приманивать российские ракеты. И таким образом утилизировать дорогостоящие ракеты. Те ракеты, которые могли бы прилететь по нашим городам, они тратятся на вот эти вот макеты хаймерсов. Возможно, об этом Коношенков докладывает своим зрителям, но, как утверждает именно Борона Украины и Вооруженные Силы Украины, и как утверждают наши партнеры на Западе, а я уже говорила о том, что каждый снаряд хаймерс, каждый выстрел хаймерс контролируется Пентагоном. И утверждают, что все 20 с лишним, уже даже не говорят, сколько точно, чтобы не давать пищу нашим врагам, украинских хаймерсов, М270 и Марса, это тоже РСЗО, все они остаются в строю. Ну, а вы делайте выводы, кому верить. Дальше, есть такой еще источник информации. Во временно оккупированном Херсоне есть сайт МОСТ, сайт, который когда-то очередила Катерина Гондюк, очень уважаемая, но и активистка, к сожалению, убитая. Утверждает этот сайт МОСТ, что вооруженные силы вот 3 сентября уничтожили херсонскую базу отдыха, принадлежащую главному предателю в Херсоне Владимиру Сальдо, который предоставил этот свой отельный комплекс, свой комплекс отдыха для, так, жилье для оккупантов, оккупационной армии. И вот это жилье было уничтожено, значит, горожане узнали о том, что уничтожена вооруженными силами Украины база отдыха «Затерянный мир», принадлежащая Сальдо. И в пабликах пишут о том, что значительные взрывы, исчезла мобильная связь оккупантов, перебои в работе подконтрольного оккупантов интернет-провайдера. Ну, естественно, оккупанты объяснили, что ВСУ нанесли удар по мирному населению, выдавая мирное население, которое базировалось в базе Уусальдо за... вернее, военных, которые базировались на базе Уусальдо за мирное население. Еще один есть такой ресурс пропагандистский, хотелось бы мне его процитировать, который все-таки заметил наше контрнаступление, но прокомментировал в свойственном их методичком кремлевским духе. Есть такой голос правды, называет себя головный оппозитивный. На самом деле все предатели Украины, предатели Родины с украинскими паспортами кучкуются на этом сайте. Обращаю ваше внимание, это Мантя, Назаров, Погребинский, обслуживающий персонал Медведчука, все агенты российского влияния, на которых многими годами тратился бюджет Российской Фашистской Федерации, все те, кто должен был встречать тут в Украине хлебом с солью, оккупанты, все они кучкуются на сайте «Голос правды». Там же кучкуется Джана Панченко, вам известная, многие другие пропагандисты, Владимир Корнилов и так далее, и Руслан Бортник, представьте себе, политолог Медведчука штатный, как и Погребинский, его не стесняются приглашать на известный украинский ютуб-канал Политека, там не стесняются рядом с ним фигурировать уважаемые украинские политологи. Нет никакой, знаете, я вот вас призываю всегда иметь гигиену, информационную гигиену, но у наших политологов многих нет этой гигиены. Они считают Политека нормально, плевать, что там Бортник, и вот здесь тоже на «Голосе правды» есть этот самый Бортник и многие другие предатели Украины, ну как вот это Егорова, например. И вот что же сообщает этот «Голос правды»? Зеленский устроил широкомасштабное наступление для своих спонсоров в Рамштайне. Будет вскоре очередное заседание в Рамштайне, будет обсуждать коалиция антипутинская, антифашистская, антироссийская коалиция, которая поддерживает Украину обсуждать, как нам помогать. Ну и вот тут сообщается, что Зеленский устроил наступление для своих, так сказать, спонсоров. Это их вечная тема. Украина находится под внешним управлением. Ну вы это знаете. Так вот тут пишут, Зеленский недоволен результатами наступления, но не отрицает, что оно есть. Требует кидать дополнительные резервы. Это вызывает очередную волну противоречий между военным блоком и политическим. Залужный снова на острие. Пытаются посудить верховного главнокомандующего Зеленского с главнокомандующим заложным. Хотя на самом деле ни на каком ни на острие заложный. Никаких противоречий, никакой ссоры нет между ними. Для чего я это говорю? Вот точно так же, как говорит республиканец Дик Ченни, что республиканцы, некоторые трамписты в республиканской партии обслуживают Путина, пытаясь ослабить единство Запада. Вот так же Путин через ультралевых, ультраправых пытается ослабить единство Евросоюза в Европе. И вот так же пытаются агенты влияния Кремля, которые выступают на сайте «Голос правды», ослабить наше с вами единство, только единство всей Западной, всех стран свободного мира, всех демократических стран. Единство в антипутинской коалиции, в антипутинском союзе – это залог победы Украины. Ну а здесь они спекулируют на том, что якобы заложный якобы в каком-то конфликте находится. И последнее, что хочу сказать в этом блоке – ВСУ атакуют захватчиков на трех направлениях. Британская разведка, заметила тоже наше контрнаступление, говорит о том, что ВСУ атакуют на трех направлениях. А поскольку в основном эти три направления находятся в Фельдсонской области, и в основном так сосредоточены украинские контратаки, просто это не выглядит как забрасывание мясом. Эта тактика Жукова применяется вооруженными силами России. У нас этого нет. Мы наносим точечные удары с помощью высокоточного РСЗО. Но здесь говорится о том, что достигли украинцы определенной тактической неожиданности, определенных тактических успехов, используя плохое материально-техническое обеспечение, администрирование и руководство в российских вооруженных силах, используя огрехи российских ВСУ. И поскольку боевые действия продолжаются не только на Керсонщине, но и на Донбассе и на Харьковском направлении, российское командование в ближайшие дни будет думать, куда же направить любой оперативный резерв, который они смогут создать. Следующая прекрасная новость заключается в том, что миссия МАГАТЭ наконец-то смогла прорваться на Запорожскую АЭС, побывать на станции и более того оставить там несколько инспекторов. О чем это говорит? Это говорит о том, что по крайней мере до тех пор, пока они там находятся, мы с вами можем быть спокойны в том смысле, что русские террористы хотя бы не взорвут Запорожскую АЭС, хотя бы не устроят там утечку радиоактивных отходов, потому что они стреляют, как рассказывал мне Дмитро Снегирев, и будет еще рассказывать военный эксперт, стреляют специально по емкостям, в которых находятся радиоактивные отходы, чтобы вызвать какое-то загрязнение, вызвать какую-то угрозу. Ну и под давлением Украины, под давлением мировой общественности, все-таки Россия была вынуждена уступить, пустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ну конечно при этом устроить такое шоу, там и письма от коллаборантами, подписанные о том, что надо, чтобы Украина перестала стрелять, и массу араву своих пропагандистов туда навезли. Все пропагандистские российские медиа вышли с какими-то громкими заголовками о том, как Украина пыталась помешать, оказывается, визит в МАГАТЭ, хотя Украина добивалась этого мизита с самого начала. Значит, и вот читаю вам НТВ, одно из пропагандистских изданий, битва за Запорожскую АЭС, Киев зашел в тупик. Ну и тут говорится, значит, о том, что Украина и обстреливала, и даже высадку десанта мифического, значит, Украина пыталась провести высадку десанта, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ. По данным российских силовиков, как раз к приезду МАГАТЭ украинские диверсанты готовили теракт на Запорожскую АЭС, и чем ближе международные эксперты подбирались к линии фронта, тем больше казалось, что визит сорвется. Сначала то, сначала все, ла-ла-ла, значит, Киев никак это не комментирует, зато ходит много разговоров о том, что украинская армия пошла в атаку на Херсон. Но почему-то ее не видно ни на картах разведки, ни даже в украинских СМИ. Но я вам говорила, они предпочитают делать вид, что никакого контрнаступления нет. Это контрнаступление мы ведем таким образом, что уничтожаем их логистические центры, переправы, мосты, уничтожаем их военные базы и весь их арсенал. Значит, ну и тут Илья Киева цитируется, конечно, не только на том сайте, как он там, голос чего-то там, где фигурирует Монтян и Бортник, но и здесь Илья Киева снова рассказывает о якобы конфликте между Залужным и Зеленским. Чего? Каким образом? Ну и сюда этот конфликт приплели, значит, рассказывает Илья Киева, который теперь уже открыто работает в Москве на Москву, а раньше работал как представитель Медведчука у нас в парламенте, тоже работал на Москву, как и вся ОПЗЖ, откровенно говоря. Ну а тут теперь в Москве что же заявляет Киева по этому поводу? Я вам хочу сказать, что это провал, спецоперация по уничтожению вооруженных сил Украины со стороны Зеленского. Значит, его задача очернить, уничтожить непосредственно Залужного, главнокомандующего, который на сегодняшний день является фактически заменой Зеленскому в руках Запада. Ну, в общем, вбрасываются нарративы, которые должны поссорить Зеленского с Залужным, непонятно, при чем здесь Запорожская АЭС и контрнаступление. Ну и тут есть еще такое издание «Инсайдер» оппозиционное, которое было вынуждено покинуть Россию и переехать в одну из балтийских стран. Стран Балтии обнаружило, кто же, собственно, обстреливает. В распоряжение «Инсайдера» попало видео работы российских реактивных систем залпового огня именно с территории Запорожской атомной электростанции, которая с первых дней контролируется российскими фашистами. Это видео было снято в ночь со 2-го на 3-е сентября, пишет «Инсайдер». И на кадрах видно, что СССР находится в непосредственной близости от энергоблока. Ну, естественно, представителей МАГАТЭ россияне пытались ввести в заблуждение и сказать, что наоборот стреляет Украина с другой стороны Днепра. Мы же надеемся, что после визита миссии Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, не будет сомнений в том, какую опасность представляют присутствия российских оккупантов. Потому что до того, как россияне попали на Запорожскую АЭС, никакой угрозы она никому не представляла. И вот в эфире телемарафона украинский министр энергетики Герман Галущенко сказал, что глава миссии гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гроси лично увидел все-таки технику, военную технику на территории Запорожской АЭС, которую от него пытались скрыть. По словам Галущенко, соответствующее видео также было опубликовано российскими оккупантами. При этом на одном из грузовиков видно букву «З» военных грузовиков. Представитель «З» имеется в виду, представитель «Росатома», незаконно находившийся на территории ЗАЭС, сначала сказал, что на этой территории никаких военных нет. А потом фактически, когда Гроси уже зашел в машинное отделение и увидел военную технику, то ему начали объяснять, что это не совсем военная техника, она для защиты от химических атак, ну и так далее. Там они вообще творили чудеса, конечно, россияне. Убеждали миссию МАГАТЭ, что и украинские ракеты ТРСИЗО, там осталась одна из ракет, хвост ее торчит из земли, ну и они показывают, что эта ракета, оказывается, не оттуда прилетела, она просто совершила разворот, оказывается, поменяла траекторию полета в воздухе. В общем, что только не выдумывали, и отряд пропагандистов навезли, и все с одной целью, для того, чтобы обмануть миссию МАГАТЭ. Хотя факт остается фактом, вы контролируете эту ЗАЭС, и именно после вашего там появления находится в опасности. Вся Европа куда может достичь результат любого, любой аварии на этой ЗАЭС, которая является крупнейшей в Европе. Очень опасно, и нужно, чтобы, конечно же, эта станция была демилитаризована. И, вы знаете, правда просачивается не только с помощью МАГАТЭ, и я уверена, что пока там находится МАГАТЭ, мы в безопасности, повторяю еще раз, поздравляю вас с этой прекрасной новостью. А правда просачивается, и СНН побеседовала с одной из сотрудниц Запорожской АЭС, которая заявила, что чувствует себя заложницей там, что условия очень напряженные, что агрессивно ведут себя российские оккупанты, что их обыскивают, и что за косой взгляд на российского солдата можно попасть на подвал. И также она рассказала о том, что именно в день визита миссии МАГАТЭ она и некоторые другие сотрудники были вынуждены остаться дома, потому что, во-первых, были напуганы обстрелами россиян, а во-вторых, она считает, что МАГАТЭ может и не получить полную картину происходящего на станции, потому что россиянами все было сделано для того, чтобы МАГАТЭ поводили, как экскурсию создали для них, ну и не показали то, что нельзя показывать. Тем не менее, она надеется, что увидят то, что нельзя не увидеть. Инспекторы МАГАТЭ увидят российских солдат, их технику и ущерб, который был нанесен атомной станцией обстрелами оккупантов. Пока Путин, пытаясь расшатать единство западного мира, а его пропагандисты и кремлевские разные говорящие головы типа Кивы вбрасывают нарративы о том, что внутри Украины между Залужным и Зеленским происходит некая борьба, гражданская война, по сути дела, похожа на это, начинается внутри самой России, между путинистами, людьми из окружения Путина и ястребами, так называемыми ястребами, теми фашистами, которым нужно еще больше крови, которые так напились крови, что хотят все больше и больше и никак не могут остановиться. Настоящие сатанисты, которые, если бы не было Путина, навсегда бы занимали эту нишу маргиналов, никому неизвестных городских сумасшедших. Я говорю сейчас о Дугине, Пригожине, Малафееве, Кадырове, Золотове и некоторых других самых одиозных, самых безумных, как кажется, самых ненормальных людей из путинского окружения. Появилась статья, которую вы сейчас видите на экране, которая так и называется «Дугин, Пригожин, Малафеев. Что такое партия третьего пути для России?» И здесь говорится о том, что возникает некая партия таких более фашистующих фашистов, в том числе к ней может принадлежать Дугин, Пригожин и Малафеев, которые хотят еще больше крови, еще более радикальных действий от Путина, обвиняют Путина в мягкотелости, хотя мы понимаем, что это настоящий фашист. Обвиняют Путина в том, что он не хочет взрывать Запорожскую атомную электростанцию, не хочет наносить тактических ядерных ударов по Украине. А Путин и рад бы, только ему дали понять на Западе, страны западного мира, их лидеры дали понять, что будет ответный удар, и ты не доживешь до следующего дня, если ты на это пойдешь. Мы знаем, где твой бункер. Так и ответили Путину. Ну, а эти сумасшедшие требуют более решительных действий и хотят еще больше крови. Вот о чем здесь говорится пару слов. Выиграть войну, не разрушив украинское государство, невозможно. Но ждать, пока оно разрушится под бомбами и калибрами, опасно, поскольку это государство дает сдачи. Да еще так, что российской армии и ее добровольным помощникам приходится отступать. Так недолго и до штурма аннексированного Крыма, которому херсонская группировка вооруженных сил России, будущая окружена, помочь уже не сможет. Тянуться решениями мобилизации, оставления южных регионов, придется их оставить южные регионы Украины. Тянуть можно лишь до определенного предела. Выражение из книжек по военной истории про перехват стратегической инициативы означает ровно это. Если долго тянуть решениями, решать будут за тебя. Кто же будет решать? Украина, это понятно. Но внутри России, кажется, тоже появилась сила, которая готова решать. Вот это сила наиболее фашистующих фашистов, самых страшных и расистов и одновременно фейков фактически, которых взрастил сам Путин. Путин зачем это делал? Его цель всегда была всего лишь остаться у власти. Остаться у власти до конца своих дней. Все эти темы имперства, великой и могучей России, будем диктовать миру, все это он эксплуатировал ради своего электората. Прежде всего это все рассчитано на внутреннюю аудиторию. Обмануть себя, обмануть Запад Путин никогда не мог рассчитывать, мне кажется. Самое главное его была работа на внутренний электорат. Он пытался удовлетворить запросы этого так называемого глубинного народа. Помните, как Крым нашисты радовались Крыму? Малым стало Крыма, захотелось больше крови. Это такая история, что имперцам надо постоянно подбрасывать. Империя вынуждена расширяться, а иначе внутри начнется взрыв. Об этом еще Сурков Путин предупреждал. Такой же ясный, как и вот эти Малафеевы, Гиркины. Кто такой Малафеев? Это спонсор Гиркина. Кто такой Догин? Это тот философ войны, то чудовище, у которого недавно взорвали дочь. И вот это как раз еще один сигнал, еще один знак, который говорит о том, что вероятно это тоже знак к подготовке этой гражданской войны, а может быть и первого удара. Потому что лично я считаю, что наиболее правдоподобной версию о том, что сами ФСБшники взорвали Дугину. Целились на ее папашку, одного из этой третьей силы, как его здесь называют в этой статье, а случайно взорвали дочурку. Хотя дочурка такая же неофашистка, такая же идеолог русского мира, такой же пропагандист войны. Тем не менее, целились, может быть, на самого, может быть, на его дочь. Так или иначе, выгодно это может быть только путинскому окружению, которому необходимо показать вот этой третьей силе, этой новой партии, кто в доме хозяин. Потому что они же обвиняют Путина. Они в своей критике Путина, тот же Гиркин, доходят до того, что это уже может не нравиться Путину. Так что я думаю, теракт этот с убийством Дарьи Дугиной, которая была таким же неофашистом, но тем не менее, это убийство было актом, ударом по вот этой третьей силе. Так мне кажется, так мне кажется правдоподобно. А теперь давайте напомню вам, кто такой Пригожин, на котором в этой статье говорится, что он может быть одним из ярких представителей этой новой партии, которая пытается у Путина отобрать власть. Кто такой Пригожин? Это тоже воспитанник Путина, но которому Путин доверил сейчас вербовать зэков в армию. Путину негде брать новое пушечное мясо, и поэтому он командирует этого Пригожина, урку, уголовника, ранее судимого бандита, который владеет ЧВК частными военными компаниями, совершает преступления в разных точках земного шара. Но Путин дал ему больше полномочий, о чем Пригожин прямо говорит, обращаясь к зэкам, что я имею полномочия от Путина, вы можете делать все, что хотите. Пару слов еще о Пригожине, что он приходил тоже проститься с Дальей Дугиной, дочкой Дугина. Интересно, как он там говорил, что Даша была камнем в основе российского патриотизма, что он всегда завидовал ее отцу, что у него такая дочь. И то, что этот камень пытались выбить, сделали только крепче фундамент, который она в том числе создавала. Ну, в общем, лепит из Дугиной икону российского фашизма, так называемого российского патриотизма. И Пригожин один из тех, кто этим занимается. Так вот, появилась новая информация о том, как Пригожин, один из лиц этой новой, так сказать, партии, как он вербует заключенных. И, например, в исправительную колонию номер 15, Батайский, Батайский, да, он прибыл в сопровождение Уткина. У меня есть на канале материал большой о головорезах из ЧВК Вагнера. И там Уткина я вынесла на заставку. У него татуировки в виде свастики. Так вот, Уткин вместе с Пригожиным прилетели в ИК-15. И, как рассказывает источник журналистам, он рассказывал Пригожин, что ищет именно убийц, грабителей, что они нужны для войны в Украине. Рассказывал, что сам сидел. Рассказывал, что резал, я не буду это слово воспроизводить, иначе меня забанят, темнокожих. Заменю то, что сказал Пригожин. Резал темнокожих в Африке. Говорил, что им, если они попадут к нему в ЧВК, можно делать с украинцами все, что захотят. Им ничего за это не будет. Ну и якобы выстроились, записались 700 человек к Пригожину. Ну, так же, между прочим, сейчас набирают в Питере, это родина, скажем так, банды ОПГ Путина и Пригожина в том числе, набирают и в Петербурге бездомных по ночлежкам, раскладывают приглашения, приглашают, раздают листовки, давайте идите в армию по контракту. Ну, негде брать Путину новых бойцов, а мобилизацию боится объявлять и правильно, потому что россияне аплодируют крымнашизму, они радуются у телевизора, когда болеют, но сами подыхать не хотят. Так вот, говорят, что и Золотов, это нынешний глава Росгвардии, и Кадыров, который метит на место Золотова якобы, потому что он же что же, Росгвардеец, якобы они тоже так или иначе принадлежат вот к этому радикальному крылу, которому мало крови, хотят больше и больше убивать украинцев. И поэтому появилась такая информация, что якобы за неуспех, за провал по всем направлениям так называемой специальной военной операции Шойгу отстранен, а Золотов планируется на его место. И Золотов из Росгвардии перейдет на место Шойгу, а на место самого Золотова якобы придет Кадыров. И вот, вы знаете, недавно было забавно, Путин встретился с Золотовым, была такая информация, и рассказал Путину о том, как на освобожденных территориях поддерживают оккупантов. Это говорит о том, что или Путину нравится оставаться в дураках, или просто зрителям это показывать, ну, просто поверить в этот бред невозможно. Не может быть, что Путин до сих пор в неведении относительно реального отношения к оккупантов, украинцев на оккупированных территориях. И вот такой человек, который вот этот бред на полном серьезе внушает Путину, этот Золотов, человек абсолютно недалекий, это еще больше шариков, чем Шойгу. Так же, как и Кадыров, я расцениваю эти новости тоже как положительные для нас, потому что если уже, ну, такой бред, настоящих фриков, настоящие отбросы повышают, что закончились кадры у Путина, Путин вынужден приближать к себе тех, кто ему уже и угрожает эту партию войны в своем собственном окружении. Кадыров заявил, что засиделся, заслужил бессрочный длинный отпуск, и политологи, в том числе внутри России, трактуют это как то, что Кадыров претендует на новую должность где-то федерального уровня, и якобы это может быть должность, которую сейчас занимает Золотов. Ну, а Шойгу, как я уже сказала, был отправлен в отставку за провал так называемой спецоперации. И завершу я этот блог тем, что, как сообщает Медуза, в Украине погиб лидер подмосковной ОПГ, осужденный на 25 лет за убийство пяти человек, которого Путин посмертно наградил за отвагу. Какая страна, такие и герои. Какие воины, какие защитники скреп российских. Зэки, которые получают 25 лет за убийство пяти человек, а посмертно, поскольку их утилизируют в Украине, Путин награждает их и делает героями. Я считаю, что с такими героями, с такими лицами своего окружения, которые уже катят бочку на самого Путина, несмотря на то, что он их взрастил, такими как Пригожин, Малафеев, Гиркин и так далее, часы кремлевской власти уже сочетены. Следующая прекрасная новость, которую я хочу с вами поделиться, это встреча Путина и Горбачева в морге. К сожалению, не Горбачев пришел проведать Путина в морг, а наоборот, Путин пришел проведать Горбачева в морг, умер Горбачев. И почему это интересная новость? Потому что до сих пор личность Горбачева на Западе оценивают положительно. А это для меня неприемлемо и неприятно, и я считаю, нужно расставить точки на «Д». Так вот, давайте же с вами послушаем некоторый фрагмент, который нам покажет, кем на самом деле был Горбачев. И это фрагмент, как делалось интервью уже тогда, когда шла война в 2016 году. Он давал интервью BBC. И давайте послушаем фрагмент. В декабре 1991 года, когда президент Горбачев пытался спасти Союз, руководители России, Украины и Белоруссии встретились, чтобы подписать документ о прекращении существования СССР. Но дело-то уже спиной шло предательство. За моей спиной все делалось. А разве можно для того, чтобы закурить или прикурить, поджигать дом или заливать. Есть спички для этого, так сказать. Так это вот для того, чтобы... Они не могли демократически завоевать это. Поразительно, но им даны были права анасовать. Анасуйте, выбирайте. Выборы самые демократичные. Нет. Выборами они не могли бежать туда. Таким образом они пошли на преступление, на переворот. Я прекращаю свою деятельность. После этого Горбачев покинул свой пост, а советский флаг был спущен. В последний раз в истории. Я тем не менее не хотел ни в одном, ни в другом случае, чтобы мы не хлопотали гражданскую войну. А все было намазить. могли. Представляется, если бы раскол и борьба за власть в стране такой, как наша, перенасыщенной оружием, в случае ядерной, это значит, что Горбачев для того, чтобы удержаться в власти, пошел на вот это все людей, поскольку угробили, разрушение все, нет, это я не могу допустить. И моя победа состоит в том, что я покинул власть. Сегодня человек, который помог завершить холодную войну, уверен, что Запад объединился против Владимира Путина. Это была специальная установка для всей прессы. Вам тоже должна быть установка. Это же точно. Я знаю, Запада добиться того, чтобы скомпрометировать Путина и устранить его. Вы поняли, да? Запад объединился против Путина, чтобы его устранить. А распад Советского Союза величайшая трагедия. О том, что Запад объединился против Путина, он заявлял в интервью BBC в 16-м году, когда уже два года шла война. нападение на Украину, война в Украине, преступления России в Украине. А Горбачев этого не замечал. Запад объединился нехороший, чтобы Путина убрать от власти. Горбачев говорил ровно все то же самое о трагедии распада Советского Союза, о чем говорил и Путин. А я считаю, что тот факт, что не была мировым сообществом дана должная оценка этому событию, уничтожению Советского Союза, естественному событию, естественному самоуничтожению, это был самораспад тюрьмы народов. Не была дана оценка Советскому Союзу, не была дана оценка преступлением Красного Режима, который был нежизнеспособен и Россию ждет та же судьба распада, как и любую империю, которая ведет захватнические войны, которая порабощает, угнетает, колонизирует, у них у всех одинаковый конец, но, суть в другом, не дали должной оценки, боялись распада Союза. Вы помните эту речь, которая называлась американского президента, которая называлась котлета по-киевски, когда он приемчался в 91-м году в Украину и начал рассказывать украинским парламентариям, что нельзя предаваться национализму, нельзя откалываться от Советского Союза. Старался сохранить Советский Союз. И вот тогда они боялись распада, и сейчас многие на Западе боятся также распада России, преемницы Советского Союза. А то, что Горбачев говорит все ровно то же самое, всю эту методичку Кремля, которая, по сути, оправдывает преступления путинской России в Украине и сейчас. Потому что они же говорят, мы один народ, как будто если ты один народ, то ты имеешь право убивать свой народ. То же самое Путин делает сейчас, он оправдывает якобы развалом Советского Союза свои преступления в Украине. Он якобы восстанавливает тот Советский Союз, который якобы не был империи зла, якобы не был тюрьмой народов. Что? Это один народ, его надо восстановить Советский Союз. Это одно из объяснений войны. Путинское объяснение, почему он полез в Украину. Я вам хочу напомнить, что вот этим летом в июне 22-го он говорил, что СССР это историческая Россия, то есть СССР это бывшая Россия. Советский Союз представлял собой территорию исторической России, об этом сказал президент России, выступая в Питере на форуме. Также Путин накануне полномасштабного вторжения в декабре 21-го говорил, что СССР это его распад это величайшая трагедия, такая большая трагедия, которую невозможно пережить. Он заявил, что в результате распада Советского Союза государство утратило то, что нарабатывалось в течение тысячи лет. То ли Советский Союз тысячи лет существовал, то ли тысячи лет России существовал, но мы-то знаем, что нашу тысячелетнюю историю путинские пропагандисты Путин присвоили себе. Они же рассказывают, что нет Киевской Руси. Киев это часть, часть Московской империи, только Московия создалась гораздо позже. Киевскую Русь они называют своей просто Русью, даже имя украли. Они присвоили себе нашу историю на этом основании, решили на нас напасть. Этим они своей краже истории не оправдывают кражу наших территорий. Они продолжают совершать преступления в Украине, и если Запад этого не поймет, не сделает выводов, не даст должной оценке, ну собственно как и сам российский народ, не осознает чем была на самом деле эта империя зла, Советский Союз, и почему она распалась, и почему будет вынуждена распасться Россия. Нужно отбросить эту трусость, что вот ядерная держава, что будет если она распадется, да ничего не будет. Как Советский Союз разделился, так разделится и Россия, ничего страшного не произойдет. И вот оценивая роль Горбачева, что тоже важно в данном контексте, я вам хочу прочитать, а что же в странах Балтии считают, там не считают героем, как на Западе, на Западе Европы, и там не считают, что нужно о Горбачеве говорить комплименты. Вот например президент Латвии, цитирую Медузу, сказал, что советская система не выдержала конкуренции с Западом, то есть ее смерть была советской системой естественным процессом. Попытки Горбачева реформировать закостенелую систему привели к распаду СССР. Балтийские страны сыграли в этом важную роль. Угнетаемые нации обрели свободу. В результате против воли Горбачева, против воли Горбачева, Латвия тоже восстановила независимость. И вот министр иностранных дел Латвии еще интереснее высказался. Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и не преуспел в этом. Распад СССР был лучшим моментом 20 века. Распад СССР был лучшим моментом 20 века, а не трагедия, как говорит Путин. Конец Холодной войны был великим достижением, но убийство людей в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, это тоже часть его наследия. И это преступление в том числе Горбачева. Вот что важно понимать, оценивая данную личность. Ну и давайте под конец поговорим о воспитании узких. Вы не ослышались не русских, а узких. Именно так Александр Гудков шоумен, юморист российский такой сделал клип, где высмеял так называемый патриотизм, а фактически расшизм. И высмеял одного из пропагандистов войны своей пародией под названием «Я узкий». На Гудкова пожаловались в следственный комитет из-за клипа «Я узкий». Об этом сообщает Life.ru. Следственный комитет попросили завести уголовное дело на Гудкова за пародию на песню «Я русский». Потому что, дескать, он оскорбляет кого-то. И пародия это на песенку «Я русский» одного из модных теперь исполнителей на России. Он называется «Шаман», который фактически зарабатывает на войне тем, что пропагандирует расизм и шовинизм. Ну, а давайте послушаем, что за пародия у Гудкова, прежде чем поговорим о том, как же воспитывают узких на России. И по жизни взгляды мои узкие, но и мне так хорошо. Спасибо, деду, за узкий мой таз. Мне больше вода не нужно. Такой, какой есть, меня просто сломать. И все потому что ты я узкий вместо нититовной. Я узкий в рот залезу я двой. Я узкий и мне повезло. Я узкий всем широким назло. И раньше у того же Гудкова, может быть, помните, была песенка «Аквадискотека», когда у Навального вышло расследование у дворца Путина, где даже в Геленджике у него была некая аквадискотека. Ну, давайте поговорим дальше о том, как же на России воспитывают этих узких. 1 сентября, когда некоторые украинские дети провели урок знаний в метро или же где-то в подвале специально оборудованном или вообще за границей, куда были вынуждены уехать со своими мамами, пока папы защищают родину. Российские дети получали урок пропаганды. С этого началось для них 1 сентября, с этого начался для них новый учебный год. А некоторые украинские дети даже не дожили до него. Мы это понимаем, учитывая, что Россия ведет геноцид украинцев в Украине. Так вот, 1 сентября Путин провел открытый урок для школьников в Калининграде. И там он, значит, рассказывал пропаганды, тезисы различной пропаганды российской. И в том числе рассказывал о том, что дети, например, в Украине не знают о том, что есть Киркченский мост или о том, что да, там были, во-первых, детки с уже подготовленными вопросами, они тянули руку так стройно по команде, при этом постоянно косились на дирижера, там была девушка модератор, на которую они смотрели, прежде чем поднимать руку и что-то делать, сигнал, что делать сейчас, может быть, пора хлопать в ладоши, а может быть, пора тянуть руки. Так вот, дети, в том числе была девочка из так называемого ДНР из Макеевки, все с подготовленными заранее отрицензированными, отредактированными вопросами, и один мальчик, который сказал, что он занимается историей, и ему интересно собирать свидетельства участников специальной военной операции, вот такой хороший мальчик. И вы знаете, Путин сказал, да, это важно, только чтобы они были достоверные, и вот интересно, что, конечно же, свидетельства настоящих участников так называемой специальной военной операции, они не попадают к этим детишкам, которым Путин с ними встречался 1 сентября, например, об отказниках, вот медиазона оппозиционная издание российское сделала большой материал о том, как настойчивость одного из пап, одного из отцов помогла ему вернуть сына, который отказался от участия в так называемой специальной военной операции. Здесь говорится, что к концу лета отказаться от участия в войне стало гораздо сложнее, зачастую командиры не отпускают контрактников даже в отпуск, справедливо опасаясь, что солдаты уже не вернутся обратно в строй, а последовательных отказников начали свозить в специальные лагеря. чтобы выбраться оттуда одной стойкости уже недостаточно, нужна поддержка родных, которые будут бороться за освобождение. И вот медиазона рассказывает историю одного отца и одного сына контрактника, который прошел через четыре лагеря для отказников, угрозы убийством, и рассказывает историю его отца, который писал заявление во все инстанции и отправился в Луганск, в так называемый ЛНР, чтобы спасти оттуда своего 23-летнего сына Андрея Силкова. Говорится, и тут цитируют отца, интересно, он уже знал, куда едет, ну молодой, ему же там вдолбили в голову в этом училище военном, он учился, его сын военном училище, что Красная армия всех сильней, Вторая армия мира, все схвачено, высокоточное оружие, минных жителей ни в коем случае не тронут, а выборочные осколки летят только в нехороших людей. Вот я цитирую медиазону, ну и не расскажут детишкам, в том числе Путин не расскажет детишкам, в том числе специальные детишки своих исторических исследований, не опубликуют свидетельства Павла Филантьева, бывшего десантника, который повоевал в Украине, в Херсонской области, а потом накатал целую книгу, заявил, что Россия не имела права нападать на Украину и что он против этой так называемой специальной военной операции, но он не признавался в убийствах мирных граждан, а убийство военных это не считается военное преступление, потому что он комбатант. Так вот он написал книгу, он осудил Путина, осудил войну и уже просит убежище в Париже. Путин пошел на Х, так Павел Филантьев, который прилетел в Париж, в знак протеста высказался и в знак протеста порвал свои паспорта, военный билет, удостоверение ветерана, это акция против мафиозной политики Путина, пишет ГУЛАГу, нет. Владимир Осечкин помог Филантьеву выехать из России, чтобы он не попал под следствие за дискредитацию российской армии. Ну и значит ему помогают там его коллеги во Франции, помогают получить это убежище. Не расскажут детишкам 1 сентября, и не рассказали, и не расскажут впредь о том, что важная история. Еще одно оппозиционное российское издание нашло российских солдат, которые причастны к убийствам мирных жителей Киевской области, а вот это уже военное преступление. И даже один из этих солдат, его зовут, я сейчас скажу, как Даниил Фролкин, признался журналистке важных историй в том, что он убил мирного жителя, откровенно признался, рассказал о преступлениях военачальников, это тоже очень интересная история, и в общем-то фактически Фролкин подтвердил, что российские военные занимались мародерством, и командиры их в этом поддерживали, и сами тоже этим занимались, рассказал о том, что никто не жалеет солдат, об этом тоже не нужно знать молодому поколению, которое, по версии Путина, должно становиться пушечным мясом ради его интересов. Ну, что еще Фролкин интересного рассказал, он рассказал сам, как убил человека, он был уверен, что убитый мирный житель сдавал координаты колонн российской армии, и так далее, и так далее, рассказал, что он выстрелил ему в затылок, в общем, и вот такие дела. Ну, а что Путин рассказал, что Путин рассказал на этом, так сказать, уроке, открытом уроке для российских детишек, он рассказал, например, о трудолюбии, чем очень удивил многих, вот такой вот странной фразой, что трудолюбие это отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. К чему попа резиновая? Почему такая ассоциация? Это говорит скорее о Путине, мне кажется, чем о ком-либо еще. Это талант заставить себя работать, уметь это делать продуктивно, ну, и наряду с фейками о том, что как там в Украине и всякие лживые идеи русского мира, почему-то о резиновой попе решил детям рассказать. И такие же уроки, как тот, что провел Путин, они во всех городах Российской Фашистской Федерации состоялись. И вот еще одно оппозиционное издание, оно называется «Важная история», получила запись одного из таких уроков и опубликовала расшифровку этого урока, где учительница говорит детям, что такое национализм. Я чуть-чуть хочу процитировать эту расшифровку. Учительница отвечает «Любовь к своей национальности», а учительница говорит, что нет, восхваление нации, националисты, они как считают по отношению к другим народам, как поступают? Дети молчат, дети не отвечают. Далее учительница «Они считают другие народы стоящими на более низкой ступени, это кому бы говорить, не русским фашистам». Почему я подняла этот вопрос? Как вы думаете, что такое патриотизм? Что такое национализм? К какой группе вы себя относите? Дети молчат. На записи слышно, как одна девочка шепотом спрашивает у соседки, а можно третий вариант какой-то? Учительница в СМИ много пишет про эту спецоперацию нашу на Украине. Очень много снято видеороликов. Мне запомнился один эпизод. И дальше идет фейк о распятых мальчиках-трусиках. О ситуации рассказал участник боевых действий. Наверное, такой, какого-то специально обученный мальчик, который на встрече с Путиным рассказывал, что он любит историю собирать, хочет свидетельство участников СВО. Вот такой же, наверное, и тут рассказал какой-то участник, фактически член банды Путина, мародер, насильник, убийца, потому что у России нет армии, это сброд военных преступников. Так вот, учительница процитировала, значит, что якобы не скрывались украинские националисты скрывались в зданиях, где проживало мирное население, и российский военный рассказал, как из первого этажа выпрыгнула женщина с ребенком и побежала. Слышал кто-то эту историю, говорит учительница, что там дальше произошло? Дети молчат, они не слышали. И далее учительница говорит, побежали они в сторону русских, ну конечно. Еще одна легенда про мальчика в трусиках, что произошло, как вы думаете, в маму выстрелили из этого дома националисты, мальчик встал около мамы, года четыре мальчик, учительница начинает плакать дальше на расшифровке, ему прям в голову выстрелили, вот это я не могу понять, как можно назвать этих людей, каким словом дети молчат. А я скажу учительнице, этих людей надо назвать русские солдаты, потому что это русские солдаты убивали женщин и детей в Украине, русские солдаты совершают геноцид, не Путин, а именно русские солдаты. Но об этом на уроке в день первого сентября детям не расскажут. Этот урок они называют разговор о важном или как-то так, фактически психологическое насилие над детьми, пропаганда, которая вторгается в души, вторгается в головы. Ну и не расскажут, на таких уроках воспитывают узких, как сказал юморист Гудков, Александр Гудков. Так вот, воспитывая узких, не расскажут ни о Фролкине, который признался в совершении военных преступлений в Украине, его, скорее всего, ждет Международный суд, потому что убийство мирных граждан это военное преступление. Не расскажут о Филатиеве, который порвал все документы, распрощался со своей военной карьерой, осудил Россию и послал Путина. Ну, потому что Россия это страна, в которой нет будущего. Россия страна, в которой нет права выбора у тех же детей, у них нет другой доли, кроме как быть воспитанным зомби с буквой Z, который готов за фюрера своего Путина идти на смерть. Ну, я надеюсь, что таких будет становиться все меньше и меньше, и та информация, которую я с вами сегодня поделилась, на мой взгляд, говорит как раз об этом. Все будет Украина, победа будет за нами, слава Украине и до новых встреч. Спасибо, что досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok